Заседание по сути дела о теракте возле Дворца Спорта началось на новом месте, в одном из залов апелляционного суда, большим по площади, чем районный, и с новым представителем прокуратуры Антоном Бондаренко, который зачитал сторонам обвинительный акт. Также во время слушания были заявлены ряд гражданских исков от потерпевших, всего шесть, на общую сумму 3,5 миллиона гривен. Самый большой иск в размере 2,5 миллиона гривен подала семья погибшего активиста Евромайдана Игоря Толмачева. На втором месте по сумме семья погибшего милиционера Вадима Рыбальченко, которая требует от обвиняемых 600 тысяч гривен. Другие потерпевшие заявили гражданские иски на возмещение морального ущерба в суммах 300, 200 и 100 тысяч гривен. При этом, как отметил представитель потерпевших Олег Головков, сами потерпевшие не хотели заявлять гражданские иски, так как не считали моральным требовать деньги за погибших родных. Самая одна аргументация, знаете, от них не хочу ничего. Вот просто категорично, абсолютное невосприятие, потому что в данном случае это не гражданский спор. В данном случае перед нами люди, которые приступили все допустимые человеческие законы. Поэтому было такое мнение, но опять же я объясняю тем, что если вдруг кто-то из них, а я допускаю, что хотя бы один из них не получит себе пожизненное, и если он окажется на свободе лет через 10-12, на человеке должно быть бремя ответственности до конца его дней полностью. На зарплаты, на имущество, на машины и так далее. Один из потерпевших, отец погибшего 15-летнего мальчика Данила Дидыка Андрей, не подавал иск о возмещении морального ущерба. Говорит, никакие деньги не вернут ему ребенка. Единственное, чего он хочет – справедливое наказание для подозреваемых. Нужно принимать во внимание, что да, Данечка не спасла жизнь Газель, но Газель спасла жизнь как минимум десяткам людей. И один из обвиняемых, я думаю, что дальше вы узнаете в материалах следствия, говорил о том, что в его планах было то, что пострадавших будет более сотни. Поэтому, исходя из характеристик данной мины, если бы не Газель, то жертвы исчислялись бы десятками. В связи с чем, я считаю, что каждый из них заслуживает пожизненного наказания. По словам представителя потерпевших на стадии досудебного следствия, обвиняемые признавали свою вину. А двое из них не только давали показания, но и сами рассказывали, как они готовили теракт. Но сегодня во время слушания все обвиняемые – Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков – заявили, что не имеют отношения к теракту 22 февраля в Харькове и не признают гражданские иски. Этот отказ затянет дело, считает Головков. Представитель прокуратуры говорит, что теперь стороны будут рассматривать доказательства их вины по длинной процедуре. Но заверил, что доказательств вины подозреваемых достаточно. Во время досудебного расследования они признавали свою вину, давали признательные показания. Сегодня выяснилось, что они отказываются от своих показаний и не признают вину. Однако суд назначил порядок исследования вещественных доказательств, которые имеются в материалах уголовного производства. Они будут исследованы. Есть достаточно доказательств, которые подтверждают их непричастность к совершению теракта 22.02.2015 года на маршала Жукова. Сторона защиты считает, что процесс, наоборот, искусственно ускоряется и попросил больше времени на знакомство с материалами дела. Однако сегодня коллегия судей все же заслушала показания части пострадавших. Следующее заседание назначено на 19 июня. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.